Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием My Summer Car. И сегодня, как я и планировал, мы устроим самую масштабную вечеринку в нашем большом доме, который добавлен с помощью мода. Как вы видите, уже готовы, готовы все наши гости. Вон машут, кричат мне что-то, давай, давай, вечеринка. Естественно, перевести они сами себя не могут, поэтому я прикатил трактор. Так, немного механизм наш поднялся почему-то, но да ладно. Сейчас загрузим максимальное количество человек. Не знаю, сколько мы загрузить сможем, честно говоря. Я надеюсь, хотя бы 5 человек сюда поместятся. Заберем, в общем, всю эту свору за несколько ходок. Блин, побольше бы прицеп какой-нибудь или фуру прямо прикатить. Было бы вообще отлично. С помощью плагина не хочу по одному тащить, так что решил все-таки задействовать трактор. Давайте сейчас поможем нашим посетителям. Точнее, нашим гостям. Сейчас, ребята, я вам помогу. Так. Эм, мужики, вы чего? Вы должны были от радости падать, а потом я должен был вас загружать. Что за говно? Вот же хитрожопые ублюдки. Что-то они не очень хотят, друзья, похоже, ко мне в гости идти на супер-вечеринку. Мужики, ну перестаньте. Так. Нет, показалось. Мне показалось, что все-таки кто-то упал. Так, ну, судя по всему, нам, друзья, придется сейчас заспавнить какой-нибудь другой транспорт. Наверное, чтобы их как-то обезвредить, так сказать. Так, давайте, наверное, ручник поставим. Также надо опустить прицеп. Блин, посмотрите, как он дрожит. Не знаю, с чем это связано. Сейчас, может, опустим и все нормально будет. Да, ребят, ну, я такого от вас не ожидал. Вот она и благодарность, блин. Я даже сам на собственном транспорте приехал их забрать на вечеринку. Но нет, они не хотят, отказываются. Неблагодарные ублюдки. Так, практически опустили уже прицеп. Да, давайте заспавним, наверное, какой-нибудь фургончик. Так, попробуем с помощью этого фургончика их сбить, чтобы они упали, и мы, наконец, смогли их погрузить. Иначе никак не получится. Не знаю, почему трактор не может их сбить. И прицеп, в конце концов. Так, все. Можно выходить. Спавнить фургончик. Куда-нибудь вот сюда, наверное, отойдем. Так, фургончик. Спавним. Ну, давайте попробуем. Теперь с помощью фургончика первая передача. Благо, у нас полный привод. И мы нормально здесь сможем заехать. На любую горочку, на любой холмик. Так, ну, ребят, фургончик-то вам понравится? Ну, наконец-то. Так, ну, некоторые все-таки сквозь пролетают, как вы видите. Так, нормально. Главное, аккуратненько, медленно, вот так вот, ребятам помочь. Так, второй заход. Да, некоторые, как вы видите, остаются. Непонятно почему. Видимо, надо прямо ровненько по центру, что ли, их задевать. Так, ща-ща, мужик, и тебя, конечно же. Видите, он махал. Что, типа, меня забыл, чувак. Так, отлично. Паркуем фургончик здесь. Он нам больше не понадобится. И давайте грузиться, друзья, давайте грузиться. Не знаю, мне кажется, даже больше пяти. Можем прямо с горочкой загрузить всех. По дороге, конечно, некоторых мы растеряем, скорее всего. Да, смотрите, место-то тут дохера. В этом прицепе тракторном. Может, мы даже всех увезем, хотя есть, конечно, некие сомнения. Так, давай, мужик, и тебя. Давайте сделаем вот так, наверное, чтобы было поудобнее. Чтобы запрыгивать прямо в прицеп. Меня волнует то, что он трясется как-то странно. Хотя всегда так было, по-моему. Так, следующий. Да, есть некая вероятность, друзья, что мы всех сможем отвезти. Благо, здесь недалеко придется ехать. Так что второй ходкой можно даже, наверное, за другими приехать. Хотя, мне кажется, и так хватит уже. Уже посетителей, уже гостей, блин, смотрите, их куча. Больше десятка, наверное. Ну-ка, четверо. Еще четверо. Уже восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну да, больше. Больше десяти, это точно. Так. Дом, конечно, у меня большой. Он поместит и пятьдесят человек, и даже сотню, возможно. Но, мне кажется, фпс будет уже дико проседать. И так, тридцать пять фпс. Да, похоже, они все уместятся, друзья. Смотрите, еще куча места осталось. Главное, чтобы никто не выпал. И чтобы мы никого не потеряли. Представьте, каждого мы бы назвали каким-нибудь именем. Этих чуваков, которые появляются во время ралли. И это только здесь пятнадцать человек. Их еще куча. Так, с сигареткой. Смотрите, прикурил. Отлично. Вам удобно там, ребят, да? Да, смотрите, все кивают, машут руками. Им суперкомфортно. Специально для вас, специально для вас привез сюда трактор. Так, что-то с этим я бежать не могу. Эй, слишком жирный, похоже. Ты что, кирпичи в карманах таскаешь? Закидываем. Ох, е-мое. Так, упал еще. И осталось четыре человека другие. И уже поедем. Да, действительно, все поместятся. Даже, возможно, место останется. Так, это давайте сюда куда-нибудь засунем. Тихо, 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 тихо. Самый жирный уже свалить решил. Подожди, еще вечеринка не закончилась. Да, е-мое, блин, вот этот вот самый какой-то... Давайте вот так его закинем. Сейчас ногу еще уберем на всякий случай. Итак, друзья, наши гости готовы. Закрываем прицеп, чтобы никто не вывалился. Мне кажется, никто даже не вывалится. Так, немного ноги, конечно, торчат. Чьи-то. Но ничего страшного, здесь они тоже торчат. Давайте попробуем теперь двигаться. Заваливаемся. В трактор, блин, что-то пить хочется, а у меня с собой ничего нет. Так что надо поспешить, и побыстрее доехать. Ну, вроде все держатся. Нормально, друзья. Ехать недалеко. Второй повышенную втыкаем. Так, ну, все-таки странновато ведет себя трактор. Да, немного его подколбашивает. Чувствуется вес наших посетителей. Давайте втыкаем третью. Здесь горочки, нормально. Ну, из-за минуты к пять, я думаю, мы доедем до нашего дома и даже не растеряем никого. Только вот если неожиданно Леонид появится и вхерачится в зад, например, это будет уже не очень здорово. Так, тихо, никто не выпал. Нормально, нормально. Можно даже вот так вот смотреть. Да все нормально. Им комфортно, друзья. Можно на всех парах, я думаю, спешить уже на вечеринку. Только вот я ничем не закупился. Надо пивоса еще купить. Еды, естественно. Местца для того, чтобы жарить барбекю. И чего-нибудь еще покрепче. А вот и наш дом виднеется. Вот это вечеринка будет, друзья. Я прямо чувствую. Никто там не едет по встречке. Давайте что ли вот отсюда прямо заедем, наверное. Нормально. Никто и не выпадет. Да, отлично, друзья. Заезжаем. Опять я забыл его купить, так что пришлось проделать все-таки некоторые манипуляции. И теперь мы сейчас возьмем пульт. Откроем ворота. Так, вырубим заранее телефон, чтобы нас никто не беспокоил сегодня. Мы пьем до следующего утра. Сейчас откроем забор. Точнее, ворота главное. Так, готово. Ну, пульт можно куда-нибудь сюда. И теперь давайте закатим трактор на территорию уже. Будем начинать расстановку, так сказать, наших посетителей, наших гостей. Блин, а вот хер я поверну, наверное, куда-нибудь пониженную. Я тут раскорячился. Сейчас почувствуем, в общем, себя кукольным манипулятором. Так, передний механизм, наверное, нужно, друзья, немного повыше поднять. Именно им, походу, я упирался, да. Все, теперь заезжаем уже на территорию. В гараж я трактора не буду загонять. Прямо вот здесь, наверное, проканемся. Давайте вырубаем зажигание, ставим ручник, чтобы никуда народ не укатился. Так, и теперь дико хочется пить, надо попить. Может быть, изгонять быстренько за пивом. И будем уже приступать к началу вечеринки. Ну что, ребята, вы готовы? Блин, посмотрите. Как же им уже не терпится начать. Сейчас все будет, мужики. Кто-то, по-моему, нюхает подмышки другого. Ребята, вы же еще трезвые. Так, ладно, погнали. Погнали попьем, потом за пивом. И будем начинать уже. Я закупился всем самым необходимым. И давайте уже приступать, друзья, к работе, так сказать. Организаторы вечеринки. Самая основная движуха у нас будет, наверное, вот здесь, вот на заднем дворе. Здесь барбекю. Смотрите, здесь вот такая вот скамеечка, качели, куча скамеек, мест. В общем, много. Беседка вот такая, точнее, столик с зонтиком и стульчиками. Ну и, естественно, бассейн, друзья. Давайте его подсветим, чтобы все отлично было видно. Хотя это слишком ярко, на самом деле. Ближе к ночи подсветим. Давайте приступать к руководству. Так, ты, мужик, очень похож на человека, который хочет приготовить нам стейки. Так, отлично, смотрите, он уже начинает. Можно вот так вот руку даже приподнять. Выглядит, конечно, странновато, но, по-моему, отличная поза. Я купил мясо. Сейчас, мужик, подожди. Выкинем здесь, пожалуй, пакет. Один исчез, по-моему, ну класс. Так, ладно, надеюсь, мясо в этом пакете. Да, друзья, отлично. Держим мясо, братан. Тихо, 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 да не психуй ты так. Так, и второй стейк ему тоже. В руку давайте вложим. Так, отлично. Ну, эти стейки пусть валяются здесь, для собак. Он начал уже приготовление. Давайте ему помощника найдем, который займется бревнами. Вот этот чувак. Очень похож на дровосека. Так, хватит вертуханы делать ногами. Давай, вставай, блин. Так, нормально. Как будто я его подвесил. Сейчас, сейчас все будет, сейчас все будет, друзья. Так. Более удобную позу. Чуть пониже. Ну, вот так, я думаю, будет нормально. Теперь берем и даем ему в руки топор, чтобы работал. Да еп, твою мать. Так, а этот не упал? Ну, хоть этот не упал, только мясо, по-моему, у него из рук вывалилось. Да уж. Ну, судя по всему, друзья, не так все просто и будет. Так, давай ты вставай тогда. Может, у тебя получится. Да не левитируй. Так. Отлично. Топор. Давай, держи. Ну, почти. Да. О. Отлично, друзья. Я немного, конечно, он себе подмышку, по-моему, подрезал. Но нормально. У него даже сигареты вывалилось, смотрите. Вот отсюда бревна бери, братан, и давай работай. Так. Эти ребята у нас решили сразу же заценить бассейн мой. Балдежный. Так. Давайте их так вот расположим. Один сюда. И второй вот сюда. Сейчас третьего, наверное, на скамейку посадим какую-нибудь. Так. Он что, утонул, что ли? Так. Ну, чего же вы не можете устоять? Нормально. Так. Вот опершись он так стоит. Да. Этот уже потонул, блин. Давай облокотись. Ну, началось. Началось. Этот психанул все-таки, друзья. Сейчас я его отпущу, и он исчезнет. К сожалению, вот такие вот казусы все-таки будут случаться. Да. Как вы видите, он исчез. Так. Ну, ладно. Народ у нас еще есть. Народ у нас еще есть. Вот еще. Чувак. Давайте его как-нибудь аккуратно попробуем запихать в бассейн. Е-мое, я не пролез на лестницу. Вот с этой стороны. Так. Тихо, тихо. Аккуратненько. Отлично. Так. Так. Ребята опробовали бассейн. Больше, наверное, сюда запихивать никого не буду. Давайте за остальными сгоняем. Я надеюсь, никто не упадет. После того, как я принесу еще парочку человек. Короче, я решил принести всех. Вроде как остальные стоят до сих пор. Так. Давайте вот этого мужика на скамеечку вот сюда посадим. Он будет занимать ее полностью. Вот так вот сделаем. Отлично. Так. Дальше. Давайте человека три, наверное, посадим вот сюда вот за столик. Ты у нас первый будешь. Так. Один есть. Все. Готово. Правда, этот что-то нервничает или судорога схватило. Теперь еще нужно занять вот эту вот скамеечку также. Места много. Блин, это только задний двор, друзья. Представьте, сколько можно всего внутри дома сделать непосредственно. Так. Залезай. Смотрите, какое довольное выражение лица. Да, хватит. Блин, залезть нормально. Ладно, давайте вот так вот с краешка, что ли. Некоторые проблемы умеются у жителей. Но это все из-за алкоголизма, естественно. Так. И второго. Его дружбанат. Давайте сюда тоже засунем. Так. Что-то я в нем застрял. Немного. Вот так вот вместе сидят. Вот это нормально, блин. Садиться на скамейку. Ой, тот перестал дрыгаться. Все. Отлично. Ну и, естественно, пивосик вам. Угощайтесь, ребята. Сегодня вечеринка. Вечеринка. Вот это салат дома. Разместил еще одного в бассейне. Давайте этого, наверное, куда-нибудь сюда посадим, что ли. Уже не знаю, куда их размещать. Вот сюда вот так вот. Он тут отдыхает. Также, друзья, вот это вот самый пьяный друг, знаете, который обязательно куда-нибудь на крышу залезет или еще что-нибудь вытворит. Вот этот чувак. Именно такой. Он полез на крышу, как вы видите. Он, видимо, больше всех выпил. Не знаешь, что с ним случится, но надеюсь, он не сорвется и все будет в порядке. А может быть мы всей пьяной гурьбой потом в больницу его отвезем, попытаемся, перевернемся где-нибудь на шоссе. Ну, вы знаете, эти пьяные приключения. Вот такая вот у нас получается вечеринка. Вот и мое место. Присаживаемся. Выпьем немного пивоса. Ну как, ребят? А? Как вам мой дом-то? Шикарный? Я же говорил, лови! Молодец, на грудью принял. Давайте еще, кстати, Федьку, Антоху пригласим. Про них что-то мы совсем забыли. Почему нет? Так. Давайте приглашаем. Вот так вот сделаем, пожалуй. Заспавнился только Федька, похоже. Упс. Я, кажется, перепутал немножко, друзья, и трактор заспавнил. Так, надо его вызволять отсюда. Ё-моё. Так, трактор. Сейчас все будет. Поместим его тогда в гараж. Так, блин, не знаю, хорошая это идея или нет. Нормально, нормально. Все. Отлично. Запарковали в гараж. Ну, немножко, конечно, через окошко. Механизм передний торчит, но ничего страшного. Можно зато посидеть на нем. Хоть у меня это не очень получается. Здорово, Федька, здорово, Федька. А где Антоха? Он, похоже, провалился под землю, когда я его спаунил. Давай, покажи класс. Газуй. Он как приглашенный гость сейчас с трюки нам всяким будет показывать. Да давай. Ну, чё ты стоишь-то? Газку подай. Ну-ка, покажи бублик хотя бы, закрути, а? Давай, давай, давай. Как тебя еще мотивировать? Давайте подтолкнем его, что ли. Ну, давай. Федька, ну, алло. Ты же любишь это делать. Заводи двигатель. Он даже не завелся. Чумошник. Так, помял немного ему машину, но ему абсолютно племя. О! Так. Давайте вот сюда вот. И наблюдаем за этими прекрасными действиями. Тихо, тихо, тихо. Леху-то не сбей. Нормально, нормально. Он его не задел даже. Так, давай, назад задавай. Ну. Нормально. Сдает назад, друзья. Леха, ты бы лучше оттуда отошел. От греха подальше. Так. И в стеночку, друзья. Не знаю, что он этим хочет нам показать. Так себе трюк. На самом деле, снова он назад сдает. Может, он хочет разбить, пробить вообще нам стену. Ну, не знаю, Федька. Мне кажется, у тебя не очень это получается. Ты, главное, Леху не сбей. И все будет нормально. Так. Другая стена, друзья. Может быть, он подумал, что если это не по зубам ему, может быть, другая стена подойдет для того, чтобы ее разрушить, продырявить и проехать. Но нет. Похоже, он так и будет. Туда-сюда сдавать. Эх, жалко, жалко, жалко. Я думал, бублики покрутят где-нибудь вот здесь. У нас прям площадка, смотрите, есть. Давайте сделаем вот так вот. Так, сейчас поможем немного Федьке. Что он здесь будет делать? Так, он думает, соображает. Не понимает, что произошло. Газует. Как-то медленно остановился. Так. Ну, такой себе трюк, Федька. Что-то ты вообще не в ударе сегодня, похоже. Снова сдает немного назад. И опять туда же. Тихо. Так, немного он застрял, друзья, в механизме. Ну, хорошо. Шея ему не пробила. Смотрите, он цепанул трактор. И вместе с ним теперь пытается выехать. Похоже, он застрял навсегда, друзья. Трактор его просто нанизал, как селедку на крючок. Вот ты и попался, Федька. Хотя нет, отцепился, смотрите, сорвался, сорвался. Так, по-моему, не совсем действенное решение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Досталось, досталось Лёхе, друзья. Он выронил топор. Похоже, Федька сломал ему ноги. Что ж ты творишь, Федька? Лёха, ты в порядке? Чё-то он приуныл. Друзья, тихо. Ой, ё-моё. Похоже, у них какие-то терки. С Лёхой. Вот и первая драка. Пьяная на вечеринке. И он продолжает и продолжает. Надо убрать отсюда, наверное, Лёху. Лёха, иди искупайся. Может, получше станет. Ладно, друзья, вот такая вот рофла вечеринка. На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова